Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала! Сегодня видео про картошку, пользу и вред картофеля, но главное, почему решил я это видео снять? И почему оно будет важным и полезным и для новых зрителей, и для старых? В связи с тем, что в моем прошлом видео, 21 июня 2022 года, у некоторых моих зрителей ко мне были претензии по поводу того, что я раньше говорил в своем видео, а оно у меня выходило год или два назад, что картофель вреден, объяснял там почему. А сейчас, мол, я сделал сюжет про новые продукты наши, где в том числе я презентовал и новое картофельное пюре в вакуумной упаковке, порошок, который разводится в воду и получается органическое натуральное картофельное пюре. Мол, как же так это, мол, противоречие и двуличие даже? А противоречий никаких здесь нет. И почему я это сегодня докажу? А чтобы и новые, и старые зрители поняли, о чем идет речь, я сейчас вам кратко все, буквально за несколько минут, изложу суть. То есть, о чем будет видео? Всего пять пунктов. Первый пункт. Вред картофеля. Я перечислю три главных пункта вреда. Второй пункт. Это польза картофеля. Есть и такой. Почему? Но только при определенных условиях. И я поясню сейчас, каких. Третья. Привычка. Вторая натура. Так назовем это. И вот здесь я поясню, что как бы вы не бесились, некоторые умники, а 99% людей ест и будет есть картофель, к сожалению. И вот что из этого следует, я поясню. Четвертое. Я дам сюжет, чтобы вы не рылись по другим видео о этом нашем продукте, чтобы новые зрители понимали, о чем идет речь. А старые просто не потеряли бы вот эту канву. Для удобства. Ну и пятое. Я зачитаю некоторые претензии ко мне и отвечу, как бы подведя итог. Итак, смотрите, наслаждайтесь. Будет очень полезно и интересно. Итак, первый пункт. Вред картофелям. О чем я говорил в том своем, вот в этом старом видео. И вы его потом посмотрите. Ссылка будет в описании, если захотите, конечно. Но сейчас я кратко скажу. Итак, первое. Это вареные крахмалы. И проблема в том, что вареные крахмалы вредны и для печени, так как они склеивают клетки печени гепатоциты. И в конечном счете приводят к определенным проблемам, о которых я говорил в том видео. Вареные крахмалы это фактически клей, клестер. Помните в советские времена обои, как клеили часто? Крахмал или пшеничную муку. Ну, как правило, крахмал. Кипятком заваривали, размешивали и вот клеили этим. Вот так заклеивают люди клетки печени гепатоциты. Вот, так сказать, тем, что едят вареные крахмалы. Разные это там хлебобулочные, картофель, рис. Но только есть исключения, дорогие друзья. Я выпускал тоже про это видео. Про резистентные крахмалы. Не потому. Репа, брюква, турнепс, корневосельдерим, дайкон там и так далее. Эти продукты, корнеплоды, конкретно эти. И использовали на Руси ели всегда. Ни картошки не было, была репа в основном. Вот то, чем заменили потом репу, это картофелем. А вот резистентные крахмалы не вызывают две проблемы заклеивания печени и обладают низким гликемическим индексом. То есть не повышают сахар в крови, в отличие от картофеля. Итак, обычные вареные крахмалы вредны, резистентные крахмалы, которые содержатся в некоторых продуктах, не вредны. Именно их на Руси ели, вареные крахмалы не ели. Ну, также варка разрушает минералы, понятно, и это плохо. Потому что минералы в организме человека должны поступать в органической форме, то есть с живыми клетками, не термообработанными. А тогда они уже переходят в неорганическую форму и происходят тоже определенные проблемы. Это, правда, уже даже второй пункт. Третий пункт. Высокий гликемический индекс у картофеля в зависимости от степени вида приготовления от 85 до 96. Это очень вредно, плохо. Я пояснял про это тоже. Ну и четвертый вред картофеля, по сути их четыре выходит. Это белки лектины высокомолекулярные, которые есть во всех посленовых, в том числе в картофеле. К чему они приводят? У меня отдельное видео было про лектины. Ну и во многих видео я про них говорил. Воспаление они вызывают различные в организме. И это плохо. Кстати, у кого есть воспалительный процесс, не дай бог онкология и прочее, категорически нельзя есть посленовые, в том числе, хотя не только их. Но это уже другие истории. Итак, четыре вида даже вреда картофеля я перечислил ради справедливости. Я ведь про них говорил? Что же, я отказываюсь от того, что я говорил? Или истина как-то изменится от того? Нет, никак. И меня никто никогда на противоречие их поймать не сможет. Это невозможно. Абсолютно невозможно. И переходим к пункту номер два теперь как раз. Это польза картофеля. Спросит кто-то, неужели после этого может быть какая-то польза? Да. Вот если вы сырой картофель, только органический, без химии будете есть, то это будет полезно. Почему? А вы слышали про то, как лечат кишечник некоторые проблемы? Гастрита там, кишечника различные проблемы. Самое картофельным соком. А? Слышали? А это очень известная тема. И я про это говорил много раньше, чем выпускал видео про вред картофеля. И что, это одно другое отрицает? Нет, потому что картофель не вареный, а сок из него. Там есть вещества, определенные обладающие действительно полезными свойствами для пищеварительной системы. Об этом у меня было в моей лекции о пищеварительной системе. Так, теперь. Могут быть ценные минералы, и особенно калий, и другие, вот в картофеле, если он пока термически не обработан, ни вареный, ни жареный, ни печеный, может. Некоторые люди, есть такие, которые даже сырую картошку едят. Ну, вот есть такие. Я про это тоже говорил. Было письмо одно из Сибири, очень интересное, про дедушку одной, вот женщину, которая писала, которая прожила там 118 лет, например. Вот он ел голодные годы, сырой только картофель. Да, это совершенно другая тема, совершенно другая. Крахмалы там уже не вареные, а гликемический индекс низкий, и только при варке, жарке, тушении и так далее, он повышается в зависимости от вида приготовления. Минералы живые в органической форме человек тоже получит из сырого картофеля. Это не значит, что его надо есть, он невкусный, это понятно. Я и не призываю к этому, я просто говорю вот факты. И мы смогли сделать уникальный продукт живой, который сохраняет все свойства сырого картофеля, но по вкусу как вареный. Это уникальный прорыв в технологиях, и надо бы поблагодарить меня за это. А некоторые негодяи злятся, глумятся даже, ну потом в конце зачитаю, услышите. И дам свои пояснения, комментарии. Ну и переходим к третьему пункту. Привычка вторая натуры называется этот пункт. Вот скажите мне, вот не стали бы мы производить этот продукт, пюре вакуумной сушки, то есть, и что бы тогда было, ничего бы не изменилось. Люди, скажите мне, стали бы вот те, кто едят картофель, продолжать его есть? Да, кто-то не стал бы один из тысячи, например, да, правильно, менее 1% населения. Но все как едят, так и будут есть, и это вы прекрасно знаете, вот те горлопаны, которые мне претензии, мне предъявляли на это. Всегда находились люди, которым мне нравилось все, что бы я ни делал. Ну, как, собственно, к любому человеку известному могут быть претензии. Одним, даже когда я сроидный шоколад вот выпускал, и сейчас выпускаем, претензии, что это не фрукты, это, мол, неестественные и так далее. Претензии про фрукты, овощи, натуральные, органические, ручного труда, претензии, что они дорогие. Вчера к картофельному пюре, когда в видео выходил сюжет, вот там про продукты, и в том числе про картофель, пюре, тоже претензии, еще какие, сейчас дойдем. Я прекрасно знал, что претензии эти будут по картофелю, 100% знал. Но я поражаюсь, насколько люди, даже которые вроде бы вот в теме эко-питания, веганы, там, сыроеды и мышление должно быть светлое и чистое, сколько же дебилов. Почему я называю так грубо людей дебилами? Так я не всех людей называю, только единиц. И малое количество людей я так называю. Имею полное на это право, потому что меня оскорбили незаслуженно. Унизили, оскорбили. Наглые тупицы, которые являются, конечно, идиотами. Но идем дальше по сюжету. Я же не просто огульно говорю, я доказательно говорю, аргументированно и так. Так, претензий было всего, ну, 2-3% от всех написавших комментариев. Это не так много, но ведь надо пояснить. Некоторые же промолчали, но думают так же. И я поражаюсь, как непонятно, совершенно очевидно, что противоречий нет и быть не может. И я годы назад говорил, что никогда никто меня на противоречиях подловить не может, потому что я абсолютно последователен. И я поражаюсь, как у людей отсутствует логика, здравый смысл и простое разумное мышление. Ну что ж, пора пояснять. Итак, дорогие товарищи, четвертый пункт. Посмотрите, пожалуйста, вот это совершенно коротенький сюжет про наш картофель, который вышел вчера, но от момента записи данные 21 числа. Сегодня я записываю 22 июня. Итак, сюжет. Это картофельное пюре, молекулярной вакуумной сушки, на льняном масле, зеленью и микрозеленью, там укроп и прочие специи. Полностью натурален его состав. Основа это биокартофель, сорта винета. Он выращивается на собственных полях, без химических удобрений, только на органическом сопропеле, то есть озерном или. Кто-то скажет, он дорог, тогда давайте посчитаем математику. В пакете 200 грамм порошка, готового к применению. Кстати, его не надо варить, заливать кипятком, достаточно 2 столовых ложки. Залить 200 миллилитрами, то есть стаканом, горячей воды, ну скажем, градусов 60-70, хотя можно и меньше. И хорошо размешать, буквально на глазах. Пюре загустеет, и уже через одну минуту его можно есть. Вы экономите время, не надо покупать, носить картошку, не надо ее чистить, терять время на этом. Выкидывать испорченную, очистки, не надо варить, мыть кастрюлю и так далее. Не надо покупать вредную химическую картошку, выращенную на нитратах, кестицидах и прочей химии. А теперь внимание, это сыроедный продукт. Пюре молекулярной сушки, полученное при низких температурах. Технологии это позволяют. И потому теперь вы можете есть картофельное пюре с привычным, более того, уникальным вкусом, знакомым у советским людям еще с детства, как бабушкино пюре, скажем, в деревне. А именно такой вкус отмечают все, кто поел эту картошку. Так вот, одна порция в этом смысле обойдется в 65-75 рублей. Ну, кто-то гуще добавит, пусть 100. Цена столовой, но за эти деньги вы получите экономию времени, качественный органический продукт, безумно вкусный. И главное, не вареный, а по сути, живой продукт. Это просто, можно сказать, прорыв в технологиях. Ну, вот вы посмотрели сюжет. У вас есть ко мне претензии? Ну, по крайней мере, может быть, уже меньше, исходя из того, что я вначале сказал. То, что и так, по идее, должно быть очевидно, но почему для людей, некоторых, совершенно не очевидно, для глупых людей. Теперь я еще хочу показать маленький отзыв. Ко мне друзья приезжали. Вот мой друг Вадимова зовут, у него дочь и ее муж. Вот посмотрите, пожалуйста, вот этот маленький сюжет, просто отзыв. Я им дал попробовать картофель. Они у меня в гостинице в ЭК отеле в Пушкинских горах были. Я им показывал местность, округу, так сказать, красоты, свое хозяйство. Ну, в общем, вот и в частности, естественно, угощал разными вещами. И вот посмотрите, что они сказали, попробовав этот картофель. Не то на камеру, не то. Но, поверьте, до этого они, ну, это вот жаль, что я не записал, что они говорили. Ну, хотя бы это посмотрите. Так, ну вот, друзья ко мне приезжали. И вопрос исключительно, хотя их тысяча вопросов и тысяча ответов, но сейчас про картошку. Уникальное пюре, которое только что вот еще в продажу не поступило на момент вот этой съемки. Так, расскажите про ощущения и чувства. Ощущения, давай я быстренько, коротко начну. Ощущения и чувства. Я думаю, что пюре, в принципе, особо не ем, уже давно картошку, но здесь она настолько вкусная, у нее даже консистенция другая. Она прям легкая, как воздушная вкуса. Я не знаю, что вы туда добавляете, вы не видели. Но это картошка с какими-то примесями, как будто там есть специи, но точно нет специй, то есть их не видно. Очень легко приготовиться, можно взять с собой в восторге, благодарности за такую картошку. Здорово, укроп там есть и еще кое-что, да, так. Я могу сказать одно, что это лучше, чем картофель с грибочками. Бабушкин, лучше. Лучше я не пробовал, честно. Очень вкусно, очень... Чуть-чуть, по 2-3 ложечки картофеля, холодильника водички и все. А вы заливали ведь как? Теплая вода. То есть брали там, ну грубо говоря, столовую ложку сверху, да, там? Да, да. И заливали там, ну, 150, сколько там, 200. То есть нет никакой там термообработки. Да, потому что у нас это... У нас запаривается вкус, но для меня как, как по старшему возрасту, да, я скажу одно, что это на самом деле вкус детства. Вот есть вкус детства, когда я вырос еще в СССР, родился в СССР, вот, когда были настоящие качественные продукты, очень как бы сбалансированные, вот, где не было никаких там загустителей, е-е-е-е, все. Настоящий продукт, вкусный, качественный и полезный. Ну, супер, здорово. С огромным удовольствием покушали. Рад. Ну что ж, а теперь претензии ко мне. Переключаемся на монитор, смотрим претензии, мои комментарии. Хочу с ранимой душой людям сказать, что можете не смотреть, тогда тут будут грубые высказывания мои, но совершенно адекватные. Адекватные тому, что мне люди писали, или они люди, а я нет. Так вот, предупреждаю, смотрите только те, кто не йог, там не с бабочками привык летать, а живет здесь, на земле, в этом суровом мире. И разговор мой будет тоже суровый, но справедливый. Все, предупредил. Ну, давайте некоторые прям разберем. Вот некий товарищ видеоновости 24365, некий ник у него такой, да, там, имя его такое. То есть не Вася Петров, а вот так, ну ладно, может канал, ладно. Картошку теперь можно? Типа, а-ха-ха. И я ему пишу, как вот дебил такой, а-ха-ха, ха-ха. Восьмому уже приходится отвечать, вам копирую. И нет никаких противоречий, то есть в том, что я говорю сейчас и раньше выпускал. Лучше не есть картошку, да, не есть. А если кто ест, а в скобках это 99% людей потребляет, то пусть лучше едят безвредное и вкусное пюре, по крайней мере. Еще органическое я добавлю. А не химию. То есть самое менее вредное. И при этом вкусное из возможного. Ну неужели вот непонятно. Вот какие же идиоты есть? Зоя Петерс поднимет. А какая живая пища в баночках? Или это не о сыроедении? Нет, это о сыроедении. В баночках может быть, если раньше технологии в баночках не позволяли. Это была пастеризация, кипячение, варка, жарка. Сейчас позволяет вакуумная технология молекулярной сушки получать полную сохранность питательных веществ. Получается сейчас. Некая Людмила Янкина ниже пишет. Вы вот вроде добрый человек, туда-сюда умный. Телу не нужно много продуктов, тем более искусственных. Я про это и говорю в своих видео. Но вы что, одна такая? Вы что, самая умная? Вы что, не понимаете, что 99% людей будут есть вареную и жареную пищу? Тут не лучше ли им дать полезную, по крайней мере не такую вредную, а более безвредную? Неужели это непонятно? Еще пишется мне тут. Бизнес, бизнес, самоздоровье, оно естественное. Только не засоряйте тело. Это кому вы вообще говорите? Вообще то вроде к зрителям обращается или вообще в атмосферу. То вроде ко мне. Что бизнес бизнесом? А я ей пишу. А дурь дурью. Шестому умнику приходится отвечать про это. Копирую письмо вот это. Вот еще одна тупица. Просто Мария пишет. А у меня... Претензии у меня, понимаете? Видимо. Ну как иначе понять? У меня целое поле органического картофеля. Есть не хочу. И бесплатно. Я хочу ей объяснить, что какой бесплатно нахрен, когда. Труд какой. Какой это труд. И я ей пишу. Просто халява. А она мне на это пишет. Ага. Только потрудиться лето на этой халяве надо. А осенью завалить по грибочек карточкой и прочими овощами. Я про то вам и говорю, что тупая. Что это не бесплатно. Что это огромный труд. Органическую картошку. Не важно что выращивать. Это труд. И я вам это указал. Какой бесплатно. Ешь не хочу и бесплатно. Написала сама. Просто какие же люди идиоты есть. Господи. Нет. Ну естественно большинство людей благодарит. Что ценные информации. Спасибо Юрий Андреевич. Как всегда на высоте. Спасибо вам. Благодарю Юрий Андреевич за ваши продукции. За знания. Ну вот Татьяна Пономарева пишет. Отлично. Но как же крахмал. Я уже вам в видео в этом объяснил. А я ей пишу. Двум уже ответил. Вам копирую. Ну и понятно что. Она правда пишет. Благодарю. Ну то есть я ей разъяснил. Вот человек нормальный. Ну ладно ошибся. Ну все бывает. Ну вот я и объяснил. Хотя такие вещи понимать надо. Ну вот пишет например. Эрик Франкоис. Никогда. Никогда. Три по три восклицать. Картофель. Картофель не было и не будет полезным. И не важно как и в чем там и так далее выращивали. Точка. Я корректно ответил. Одному же ответил. Вам копирую. Нет никаких противоречий. Так что люди будут есть. И лучше. По крайней мере менее вредное чем такое. Неужели это негуманно. Нечеловечно. И ненормально. Почему я не имею права. Такую продукцию выпускать. И где противоречия. И он отвечает. Благодарю за ответ. Пусть едят если хотят. Я пишу именно. Да. А одна там на это. Выпендрилась. Я ее удалил потом. Ну вот пожалуй на этом примере завершу. Пишет некий по английски. Константине. Константин. Типа. И это тот самый Фролов. Который рассказывал о вреде посленовых и зерновых. Я ему отвечаю. Именно я. Да. Именно. А в чем проблема? Противоречие. Ну. Отвечает мне на это Алекс. То есть другой человек. В том что вы сами везде твердите о вреде картофеля. А теперь снимаете рекламу картофельного пюре. Представляете что с людьми творится. Я им пишу. И нет никаких противоречий. Вот это первый раз я говорю. И так далее. Объяснил. Да. И отвечает Константин. Причем Алексу. Тяжелые времена настают за краем. Каким краем? Ладно. Надо же как-то бизнес поддерживать. Вася ты лучше всех знаешь что ли все. Константина. Вот этот картофель. Одного процента оборота моего делать не будет. Это мне вообще по барабану. В плане финансового. Вообще по барабану. А финансовые дела мои сейчас идут кстати лучше. Чем и до К-19. И чем до известных последних событий. Так что не переживайте за меня. У меня все прекрасно. И вот мне он пишет этот Константин. Совершенно верно. Имеются небольшие противоречия. И я пишу Константин. Не надо умничать. Я выше ответил. Прочтите и подумайте. Поняли. Что нет противоречий. Прочли. И правда Константин надо отдать должное. Пишет. В этом аспекте так. Увы. Ну так вот. Ну так вот. Ну думайте перед тем как писать мне претензии. Кому вы претензии пишите мне. Это немыслимо. Не надо так начинать свое письмо ко мне. И это тот самый Фролов. Который рассказал в ряде. Ну наверное если вы что-то не понимаете. Допустите что вы можете что-то не понимать. Так задайте корректно тогда вопрос. Или как бы не претензию. А такой вот. Ну да. Ну как же вот вы же мол. Вот так вот по-человечески. Да. Понимаете. Ну если уж не поняли. А да. И нашел ту дамочку. Которую я по полной там отругал. Она удалила свое сообщение. Это кстати говорит еще в том числе и о том. Да понимаете в чем дело. Вот мне кто-то считает может быть конечно беспринципным. Или там алочным. Вот как она. Ну я же с тысячи раз уже доказывал. Что это полная хинея. Чем? Ну например я очень многих клиентов посылаю куда по. Понимаете. Есть говорят вот такие вещи. Люди кто алочные. Деньги не пахнут. Клиент всегда прав. Я говорю. Клиент не всегда прав. Ведь клиент же. Вы что клиента за человека. Вы что считаете за скотину. То есть человека клиента. Вы не считаете за человека. Мол мне говорят. Поясните. Продавцы например. Или какие-нибудь бизнесмены. Я говорю. Очень просто. Вы говорите клиент всегда прав. Клиент что. Не человек человек. А человеку свойственно. Он может ошибаться. Вот человек может. Ты клиент может ошибаться. Значит он не всегда прав. А кто говорит всегда прав. Это тот кто хочет. Чтобы он к нему пришел. Любой ценой. То есть деньги. Любой. А для меня деньги не любой ценой. Поэтому если человек не прав. Или ты меня оскорбил. Это я любого пошлю. Потому что для меня главное. Это совесть. Понятно. Главные принципы. Но вот некая Анастасия. Сокоренко. Вот написала. Причем где написала. Где я уже человеку пояснил. И он написал. А ну если так. То пусть едят если хотят. Ладно мол. Но она там написала ниже. Вы очень сильно изменились. Только химия. Деньги. Ну насчет химии. Я вообще в шоке. Это какая химия. Это какая химия. Ё-моё. Вот дура какая. Деньги. Колокольчик. Мол я. Мол поставь. Мол в некоторых видео старых. Я обычно говорил. Поставьте. Нажмите колокольчик. Ну и все блогеры говорят правильно. Чтобы больше подписчиков было. Конечно да. Где ваша забота. Любовь к нам обычным людям. Лишь выгода и только. Надоело. Надоело. Пошла нафиг. То есть что это значит. Только выгода. Я что. Не даю ценнейшую информацию. Во многих своих лекциях. Каждую неделю выходит видео о травах. Где вообще я травы не продаю. Кроме вот сбора. Недавно опять появился у нас один. Но не те о которых я говорил. Вот сейчас я например готовлю видео. Буду делать про. Такие травы как. Душица. Орегано. Мята. Тархун. Три видео. И другие будут. Про их важные лечебные и прочие свойства. О которых мало кто знал. Потом. Про долгожители сериуми. И много других видео интересных заготовок у меня есть. Которые ну вообще никак не связаны. С моими продуктами. Хотя безусловно. Даже блогеры любые рекламу чужую. Вставляют свои видео за деньги. А я что свою не имею права. Какие же скоты. Кто так думает. Наглые твари. Просто не люди. Вот именно таким. Подчеркиваю. Только таким наглецам. Пошли вон с моего канала. Вот что я хочу сказать. Все. И так далее. И потом. Вы за других не отвечаете. Это вам плевать. А другим интересно. Про мои новые продукты и товары. Я что блин. Алкоголь произвожу или табак. Какая дрянь. Я на это ответил. Пошла вон дура. Это вы изменились. Все больше дегенератов становится. Ну то есть среди зрителей в том числе. Но это влияние всего того. Что было последние 30 лет негативного. В нашей стране. Ну и во всем мире соответственно. Забота моя заключается в том. Что я видео. Часть жизни теряю. Огромную. Выпускаю видео. И ценнейшую информацию даю. Где нет противоречий. Как я только что доказал. Ни с чем. Что я говорил ранее. А если мозгов нет. Так к себе претензии предъявляйте. А не ко мне. Лишь выгода. Я доказал. Что выгода для меня на последнем месте стоит. Потому что я не боюсь терять клиентов. И говорю всегда правду. И сейчас вот казалось бы. Мне выгодно говорить про картофельное пюре. Только плюсы одни. А что я сказал этим видео. Много вреда. И я пояснил. Что до лектина не убираются даже в этом пюре. Но остальные плюсы. И пояснил почему. Но повторять уже не буду. И лучше не есть картошку. Но люди найдутся всегда. Почти все будут есть. Так пусть лучше едят органическую. Удобство. Простота. Основной вред. Убран. Его не будет в этом картофельном нашем пюре. И вкусно. И для тех кто ест и будет. Одни плюсы. А вы всех не переделаете. И я не переделаю. Ясно? С порядочными людьми. Я порядочно говорю. Уважительно. За каких-то людей я жизнь готов отдать даже. Например таких как Федор Григорьевич Углов. Если кто понимает о ком речь идет. А каких-то мерзавцев я ненавижу. И убить был бы готов. Я не блаженный йог. У нормальных людей. Живых. Нормальных. Порядочных. Совестливых людей. Есть и должны быть крайние чувства. В основе должна быть совесть и справедливость. Но и нетерпимость к подлости наглости. Издевательства, углумливости и так далее. Я принципиальный человек. А то ишь меня можно значит оскорблять. А я не могу им в ответ ничего сказать не оскорбить. Ну надо же какая наглость. Сейчас прям ага. И не надо мне писать каким я должен быть. Я лучше вас знаю каким я должен быть. И каким любой человек должен быть. Адекватным человек должен быть всегда. Вежлив и учтив с порядочными людьми. С адекватными людьми. Объяснить непонимающему. А хаму взорвавшемуся нет. Поставить на место негодяя надо. А то мы его хамство, наглость и тупость будем приумножать своим молчанием. Я этого не позволю. Ну что ж, дорогие товарищи, а теперь напишите то, что вы думаете вообще, что происходит с людьми вот под этим видео. А также я жду извинений тех, кто наглел, писал глупости, не имея на это никакое моральное и прочее право. И те, кто обидел меня, незаслуженно совершенно обидел, вот такими идиотичными высказываниями своими. Да, ну и естественно в завершении скажу, уж не просто я так все это снимал в том числе и потому, чтобы разъяснить ситуацию, но и в том числе, чтобы еще раз сказать об этом уникальном продукте для тех людей, кто будет есть вареную пищу, для тех, кто будет есть картофель. Кто теперь, по крайней мере, имеет возможность есть не вредный картофель, а хотя бы нейтральный относительно. Да, лектины там остаются, если про это речь идет. Но все остальные пункты вредности уходят, а вкус лучше, чем тот, который вы ели до того. Ну так и по цене, в принципе, то же самое выходит, но только органический продукт, уникальный продукт, богатый питательными веществами, не вареные там крахмалы, низкий гликемический индекс 50-55. Ну низкий для картофеля, разумеется. Сами понимаете, это не укроп, хотя, кстати, в составе укроп и специи есть. Вкус изумительный, это говорят все, кто его пробовал. Удобство, экономия времени. Сохранность пищевая больше, чем если вы только что картошку сами почистите и что, отварите? Вы потеряете пользу всю. А здесь сохранена, не надо кипятком заливать. Залили даже 50 градусов, да. А кто-то даже говорил, комнатной температурой заливал, но ну что я себе от 70, никаких проблем. Она моментально до 50 и ниже остывает, крахмалы не свернутся, а витамины не разрушатся и минералы тоже. И жирные кислоты, потому что там есть масло и так далее. Это вакуумная сушка, это уникальная наша упаковка, позволяет сохранить продукт только официально по гарантии 2 года, реально хоть 10 лет. И можно запастись даже, как вот некоторые у нас делают, каши, супы берут наши вакуумные сушки, там запасаются по 100-200 штук. Впрок, такие есть люди. И почему бы нет? Ну, это я просто поясняю. Да, а кто будет безапелляционно писать наглую всякую чушь, оскорбление, хамство, естественно, я буду банить даже, вот первые строки понимаю, о чем речь, я даже дочитывать не буду, просто буду банить. И все, так что можете писать, пожалуйста, если хотите, я так баню, разумеется, многих. Еще некоторые претензии предъявляют, почему я удаляю, потому что я хамло и дебилов терпеть не хочу, вот почему. И имею на это право, вы ко мне в дом пришли, на мой канал, а не я к вам. Я вам ничего не должен, вы мне, ну, наверное, как порядочные люди должны хотя бы поблагодарить за мою ценную информацию хотя бы, которую я во многих своих видео вам, зрителям, даю, а или нет. Вот так и проверяются люди, благодарные люди Леонид и Скотт. Все. Уважаемые зрители, всем, кому дорого свое здоровье и своих близких, заходите на мой сайт nadgar.ru, посмотрите хотя бы два раздела, отзывы и новинки. Ну, а потом то, что вы захотите. Так вот, любые наши продукты, приборы и другие товары вы можете заказать на нашем сайте, и мы вам их отправим в любые города России и любые страны мира. От Казахстана до Великобритании, от Кореи до США. Все это налажено, обо всем сказано на нашем сайте в разделе доставка и оплата. Поэтому заходите, посмотрите, ну и заказывайте, кто посчитает это нужным. Я открыл второй интернет-магазин по био, зерну и муке, смолотой на каменных жерновах. Я открыл еще один канал на ютубе для рубрики «Ответы на вопросы» и всяких видеоразборов. Кому интересно, подпишитесь на этот мой новый канал и ждите соответствующие видео уже там. Есть у меня ютуб-канал специально по продуктам. Там есть то, что я не публикую на этом главном канале. Напоминаю, мы производим уникальные корма для кошек и собак, которые не просто насыщают, но и лечат и продлевают жизнь питомцам. Смотрите об этом, вот это важное видео. Даю подсказку на мое видео, как совмещать продукты питания, БАДы и лекарства между собой, чтобы никто меня об этом уже не спрашивал более. Мой совет, измеряйте среду обитания, ну где вы живете и работаете, на радон, радиацию, электромагнитное излучение и себя на отсутствие опухолей. Вот раздел про приборы-тестеры. И вот на все это я оставлю вам ссылки под этим видео, которое вы сейчас смотрите. И последнее, под каждым моим видео внизу есть важные ссылки, в том числе на мои соцсети. Очень рекомендую подписаться на телеграм-канал, который дублирует ютуб, мало ли что с ютубом будет. И там есть также ссылка на индивидуальные консультации. Внимание, нам нужен водитель со своей машиной, кто проживает в городе Зеленоград, либо близко от него, то есть Лобня, Химки, Красногорск. Пожалуйста, пишите. Под этим видео будет оставлена почта, куда вы можете написать в произвольной форме, что вы заинтересованы предложением работы водителем. То есть развозить заказы наших клиентов по Москве и в транспортные компании для отправки в другие города и страны мира. Разумеется, человек должен быть нашего мира и мировоззрения, то есть не употребляющий алкоголь, не курящий, ну и очень желательно веган. Ждем от вас заявки. Ну что ж, до новых встреч, до новых видео, всего хорошего, до свидания.